злые языки напоминаю это неофициально мы обсуждаем что говорят злые российские языки злые языки говорят они чудовищные вещи говорят как ломанулись вооруженные силы россии украины куда-то в сторону пересла в общем направлении как причинили множество неприятностей с утра как значится вот это нанесли артиллерийский удар подготовку вообще комплексное огневое воздействие как злая украинская авиация там всех всех окровняет и долбает что прямо так вот паника во всех чатах стоит ну даже люди которым сложно верить правильно просто можем просто как-то обговорить это вот их страхи какие-то опасения так вот чего они опасаются они опасаются что остаток вот этого плацдарма на правом берегу будет уменьшаться 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 в результате вот этих всех каких-то там их там страхов и опасений и мы понимаем что логика тут железная и прямая чем меньше был здоровым тем тяжелее его удерживать ну да это очевидно потому что это брежневская малая земля все сжимается территория которая маленькая и окружена с трех сторон простреливается с трех сторон и в конце концов получается такая себе сидение в окружении с непрерывной артиллерии на голову ни одна армия мира долго так провести время свое свободное время не может вот мы посмотрим что выйдет потому что официально отношусь чтобы нет никак не никаких заявлений но российские вот эти паблики они представляют собой любопытную смесь жуткой паники с утра а потом когда доходит к и сначала скажем так когда доходит информация команда из сверху что типа хватит ставить панику давайте значится этот самый оптимизм гони оптимизм они начинают гнать неумеренный оптимизм да причем перекладывают улиц с крайне право в крайне левое положение не сумму никаких переходов ничего никакого уровня все только что было ужасно теперь все хорошо объем отбиваем прилетела авиация всех побеждает в общем на Херсоне начались какие-то события снова чем они уменьшаются мы посмотрим пока трудно скажу но карта даже у дипстейта начала изящно меняться так что он каких-то более оптимистических картинок ну посмотрим куда это все выглядит можем констатировать события начались как считают российские паблики это не знаю нам-то ничего не сказать так это у нас юг это правый берег не продвинемся привычно пошли ходили справа налево слева направо но почему бы не ну а чего нет запорожская все то же самое перестрелки туда-сюда значит врагов в районе мэри маринки немножко бодают там противник пытается обстреливать и даже ходить какие-то микроатаки регулярно вывешивают там люлей идем севернее пески спартак ясиноватая там ничего не меняется уже больше месяца стрелочки нарисована на самом деле это значит дружное укладывание отдельных взводов которым командиры дали команду чуть-чуть продвинуться вперед но наши радостно с аплодисментами кладут их свою землю повышая производительность украинской чернозема теперь идем значит от ясиноватой до горловки попытка расширить плацдарм от верхней тарецкого условно говоря которая тоже длится уже так это с месяцок на одном и том же месте топчется идем выше значит у нас идет от 2 до от зайцева гольманского до бахмута это все родные места протоптанные мной там свое время и там обстановочка достаточно сложная такая как и была мобилизованная включая наших любимых языках они пользуются результатами гневыми российской артиллерии ударов которые наносят пытаются там брать взводные и ротные опорные пункты наши наших оттуда регулярно выбивают значит понимаем что туда подскочила помощь скажем так она начала подскакивать это оговорки официальные наших военных помощи это мобилизованные с нашей стороны поскольку они сообщали но в самом общем виде скажем так помощь помощь будет и вот эта помощь уже начала быть понемножку скажем так не даваясь подробностей потому что они не давались вот хотя даже с этой помощью ситуация там достаточно сложно учитывая артиллерийские плотности которые создали россияне на этом коротком участке российской армии значит идем выше 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 там бодание по линии купинск купинск этот самый как и кримин с ватова кременная значит в российских пабликах паблика как называемых лнр днр мелькали забавнейшие картинки там где союзные силы в кавычках на с российской стороны хотя чего не союзная вы же типа приняли уже состав государства они все еще союзные кто с кем союзничать непонятно радостно копают какие-то там жуткие противотанковые рвы и готовится к обороне лисичанска но что самое интересное в качестве картинок они повесили картинки атлантического вала немецкого времен 42 понятно что приятно что не определились с тем кто тут фашисты фотографии можно было бы и посвежее поставить но тем не менее вот такая история вот ну белгородская говорят правила правила курения нарушаются направо и налево да расскажи нам поподробнее просто беззастенчиво ну вот электростанцию я видел нарушили курить видел как нарушили лагерь росгвардии белгородской области да так что кровати поплавились вот это курение палатках это особенно особенно опасно на полигон а сегодня там какие-то джентльмены из таджикистана на религиозной почве говорят поспорили со своими товарищами мобилизованными и расстреляли их из пулемет 11 убитых 13 раненых по предварительным данным но пишут об этом но непонятно рассказать час информации база в белгородской области неизвестный открылся трибун территория одной из воинских частей пишет база по предварительным данным есть погибшие ранены это оно да это но туда просто данные разнятся я могу сказать что что таких случаях будет все больше и больше социальное напряжение напряжение самой ситуации религиозные другие рода конфликта социальные классовые другие рода конфликты будут среди мобилизованных постоянно увеличиваться особенно глядя на их незавидную судьбу связано с тем что они очень быстро гибнут попав на линию фронт что неудивительно для людей не имеющих ни подготовки и снаряжение не обеспечить неправильного применения мелитополь там в районе аэродрома было скопление российской техники не материальных запасов и как пишут их же паблики как-то какие-то раздались взрывы таинственные и в результате этих взрыва большой красивый дын долго поднимался над местом скопления так в районе на херсона было там пару таких накрытий прилетов довольно знатных причем ну оно конечно звучит очень фантастически но наблюдатели смес докладывают что там это что десятки двухсотых а сотни совокупно слишком удачным было в слишком хорошем смысле удачных три прилета за прошедшись как-то так ну так шутками прибалутками все тихонечко движется главным событием на фронте в эти дни является событие на херсоновичине и удачные удары украинской авиации артиллерии выступление против него силы техники противника что довольно часто случается почти каждую